Я потихонечку начинаю разбирать навалившуюся на всех нас китайскую экспансию. Но делаю это позже всех. Знаете почему? Потому что а. Не будет никаких оправданий, мол, возможно, софт сырой. И б. Слишком много одинаковых отзывов на один и тот же девайс в течение недели во всем интернете. Про семью компании BBK мы уже говорили в обзоре OPPO Reno2. И сегодня мы посмотрим на еще одного ребенка этой огромной семьи. И имя ему Vivo V17. Я уверен, что вы 100% хоть где-то либо видели его рекламу, либо обзор. Но просто говорить о нем лично мне кажется мало, и поэтому я взял для сравнения еще и Motorola G8+. Мне кажется, они заслуживают сравнения, хотя и стоят по-разному. Внешний вид V18 определенно ни на кого не похож. Сзади. Там целых 4 камеры, которые расположены в симпатичном ромбике. А ниже красуется надпись Vivo. Камера энд мюзик. Я еще с натяжкой могу понять, когда пишут сколько там мегапикселей, но вот это странновато. Особенно учитывая то, что никакого особенного аудиофильского ЦАПа здесь нет. У Moto же камеры выстроены в ряд и оформлены симпатично, как по мне. Заднюю спинку украшает логотип Moto, в котором скрывается сканер опечатков пальцев. А теперь то, что у смартфонов идентично. Выход под наушники есть, в обоих вариантах он сверху, а все клавиши справа. Мне как не нравилось подобное расположение, так и не нравится, хоть убейте. Нижние грани идентичны, а лотки под сим слева. Оба прорезинены, хоть смартфоны и не имеют защиты от пыли и влаги. И барабанная дробь, они оба гибридные. Или две сим-карты, или сим плюс microSD. Габариты смартфона тоже практически идентичны, разве что Moto чуть шире и толще, но при этом ниже. В общем тут примерный паритет. Правда у Vivo корпус полностью пластиковый, а у Moto есть еще и металл. В следующем пункте различий уже заметно больше, ведь речь пойдет о дисплеях. У Vivo дисплей 6,38 дюйма, Super AMOLED с разрешением 2340х1080. У него есть возможность подправить температуру экрана в теплые или холодные оттенки и выбрать один из трех режимов отображения, название у которых одно краше другого. Стандартный по умолчанию, нормальный и яркий. И стандартный сам по себе уже достаточно яркий, но есть еще более насыщенный. Ну а сам по себе дисплей с радостью уходит в холодные оттенки. Жаль лишь, что нельзя отдельно управлять RGB, как это реализовано в тех же Samsung, например. В ответ у G8 Plus дисплей по технологии LTPS с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2280х1080. Он тусклее, чем 10 плей Vivo, и на ярком солнце может и не хватать максимальной яркости, что не мудрено и ожидаемо, так как AMOLED всегда ярче IPS-оподобных дисплеев, но при этом его цвета более приятные и теплые. Регулировать температуру здесь возможности нет, да, оно и не нужно, а варианта отображения тоже три, но с более логичными именами. Естественные, яркие и насыщенные. При этом ни один из них не вызывает отвращения. И да, у Vivo, конечно же, есть шим, хоть и с возможностью его ограничить с помощью DC-димминга. Помогает слабо, но за попытку спасибо. Ну и само собой, что у Moto никакого шима нет. Железо. Все очень схоже. Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 665 с Adreno 610 является такой себе современной заменой 660-го. Разницы, правда, не особо много, ведь у него такие же два кластера ядер с ровно такими же частотами. Разве что техпроцессы отличаются, да слегка сопроцессоры обработки изображений прокачали. В итоге это немного влияет на плавность в бытовых задачах, но на игры не влияет вовсе. Как 660-й был не для игр, так и 665-й не является вариантом для геймеров. Это такой себе entry-level в мир. Ну, работает хорошо и стабильно. Норм. Есть в испытуемых маленькие отличия по памяти. У Vivo ее тупо больше, ровно в два раза. 8-128 против 4-64 у Moto. Но это никак не влияет на то, что оба смартфона не вывозят Asphalt 9 на стандартных настройках графики, которые игра сама поставила, а в PUBG на низких мы получаем 26-27 кадров. Замечу, что тот же Samsung M31, у которого всеми нелюбимый Exynos, при тех же настройках игр выдавал более стабильный фреймрейт в вышеуказанных играх. А ценник последнего, напоминаю, находится как раз на уровне 18. Отдельно поговорим о троттлинге. Он есть, и он очень сильный. И я понимаю, что так как процессор не игровой, и выжимать из него все соки вряд ли кто-то будет, то ожидать 80% производительности на протяжении 45 минут теста тоже не приходится. Но чтобы процессор настолько троттлил даже на 10-минутном забеге, спустя 2 минуты процессор теряет ровно треть своей мощности, потом буквально на минутку возвращается на максимальные частоты и снова падает в пекло. На 45-минутном тесте ситуация ровно та же, правда после 5 минут частота упала на треть и уже не собиралась возвращаться в нормальное русло. Это Vivo 18. У Moto G8 Plus ситуация на коротком тесте чуть получше, то есть в том же PUBG одну каточку на минимальных настройках графики можно будет откатать. Но на длительном тесте все так же плачевно и печально. Но справедливости ради скажу, что частота падала хотя бы постепенно, и свою треть производительности смартфон потерял после 25-й минуты. Важный момент, все это в первую очередь проблема Qualcomm и их процессора, ведь уменьшение техпроцесса с 14 до 11 нанометров должно как раз избавить процессор от излишнего троттлинга. Но, видимо, что-то пошло не так. Но и производителей поругать тоже стоит, что с этим практически никак не борются. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Само собой, что все это сопровождается нагревом корпуса. Не обжигает, но замерзнуть вашим рукам точно не даст. Еще одна причина, по которой я решил сравнить эти смартфоны, это камера. Именно основная, так как остальные тут слегка разные, и что-то и в ваших инстаграмах не вижу ни сверхширокоугольных фотографий, ни макроснимков. Понимаете, к чему я клоню, да? А речь идет о 48-мегапиксельном сенсоре от Samsung, который абсолютно идентичен в обоих смартфонах. И тут в который раз я повторюсь, что в конечном итоге решает именно софт производителя и то, как он работает. О софте в целом мы еще поговорим обязательно. Но сейчас остановимся на камере. Как и всегда и везде, это 48-мегапиксельная камера. Легким движением софта и технологии Quad Pixel соединяет 4 пикселя в один, и на выходе мы получаем все те же 12 мегапикселей, но с большей светочувствительностью. Диафрагмы практически равны, и давайте так, дабы я не был предвзят по своему вкусу, я оставлю ссылку на исходнике в описании, где вы сможете скачать все примеры и самостоятельно их сравнить. Второй модуль у обоих смартфонов ультраширик. 8 мегапикселей с диафрагмой 2.2 у Vivo и 16 мегапикселей с диафрагмой 2.2 у Moto. Только вот G8 Plus умеет снимать на них вертикально-горизонтальные сверхширокоугольные видео, но не фото. Да, все верно, у смартфона есть сверхширик, но делать на него фото нельзя. Само собой, что, возможно, какой-нибудь Gcam решает эту проблему, но я не являюсь сторонником корчевать что-либо в современном смартфоне, потому что негоже это. Макрокамеры тоже есть, ведь стыдно в наше время выпускать смартфон без макрокамеры. Нет. Четвертые модули отличаются, у Vivo это датчик глубины, а у Moto решили к своей фазовой фокусировке прибавить еще и лазерную, что несомненно плюс. Фронтальные камеры. Обе с диафрагмой 2.0, у Vivo 18 32 мегапикселя без квад-пиксель, то есть селфи всегда будут 32 мегапикселя, у Moto G8 Plus 25 мегапикселей, по дефолту снимаешь ее в 6 с вот этим вот объединением. Тут без вариантов лидирует 18. Видеосъемка. В основных камерах нет оптического стаба, только цифровая стабилизация. Оба смартфона, по заверению производителей, умеют снимать 4К в 30 кадрах в секунду, но прошло уже несколько месяцев с выхода V17 в свет, а 4К на нем так и не появилось. В чем причина, неизвестно. Все остальное на месте и слоу-мо в 120 фпс и Full HD тоже есть. Фронтальные камеры тоже имеют писать видео в Full HD и без особых изысков. Ну а это отдельное видео для любителей снимать сториз, потому что для чего еще нужна фронтальная камера, как и для сториз и всяческих видеосообщений в Телеграме, верно? Все остальные наборы железа тоже современные, говорить о таком в 2020 году нужно только если чего-то нет, NFC или чего-то еще. Тут все на месте и это радует. С батареей ситуация следующая. 4500 мАч у Vivo 18, которые дают 14,5 часов использования в тесте PCMark, и 4000 мАч у Moto G8+, где тот же тест выдал какие-то нереальные 16 часов. По факту же очень активный день работы с раннего утра до позднего вечера с запасом в 10-15%. В комплекте есть быстрые зарядки по 18 Вт, ну и чехлы силиконовые тоже есть у обоих смартфонов. Звук тут удивляет. Серьезно, он удивляет в обоих смартфонах. Вот только в разные стороны. У Moto G8+, стереодинамики, что в этом ценовом сегменте не то что редкость, а я вообще не знаю, у какого смартфона около 200 и даже около 300 долларов есть стереодинамики. Вот этому нужно поучиться у Motorola. Само собой, что играют они не на уровне ААА флагманов, но громкость, качество, да и вообще то, что их два, очень круто. А вот у Vivo все с точностью до наоборот. Динамик мало того, что один, но он не выдерживает никакой конкуренции по своей ценовой категории. Не то чтобы я говорю о том, что какие-то великие музыкальные произведения нужно слушать через динамик, но я даже ютуб иногда слушаю без наушников. Думаю, что суть, мысль вы поняли. Ну и как пример, одна и та же песня на двух смартфонах. Сначала будет Moto G8+. А теперь этот же кусочек песни на Vivo 18. Разблокировка у Vivo 18 одна из быстрейших, что я встречал, и речь идет как о подэкранном сканере отпечатков пальцев, так и о разблокировке лицом. Эти два способа можно еще и магическим образом объединить для ускорения всего процесса. UG8+, сканер на задней спинке, который работает стандартно быстро, как для подобного решения, ну и стандартный фейс-инлок тоже никто не отменял. Естественно, что ни о какой безопасности речи не идет, если мы говорим о разблокировке по лицу, так как никаких датчиков глубины и прочих здесь нет, конечно же. Ну и последнее, ПО. Тут оно вообще диаметрально противоположное. Vivo 18 украсил себя фирменной оболочкой Funtouch OS, которая пока что работает все так же на девятой версии Android. Кастома в ней неимоверное количество, и настроить можно все, везде и как угодно. Анимация до килоскопии и фейс-унлок. Все значки можно сделать одинаковой формы, что вообще редко для китайских смартфонов со своими оболочками. Но попытка походить на iOS прослеживается с первых 6 секунд, когда ты включаешь смартфон и видишь, что свайп сверху вызывает исключительно уведомления, а свайп с левой нижней стороны местный Control Central с быстрыми настройками и так далее. И в самых настройках не все находится именно там, где я ожидаю это найти. Это все дело привычки, и спустя недельки три это будет даже удобно. Наверное. Но придется переучиваться. В свою же очередь у Moto G8 Plus практически чистый стоковый Android, и стыдно, что тоже только девятый, который дополнен фишками Moto, такими как рубящие движения для включения фонарика и так далее. Их буквально десяток, но лишними они не будут, ну и отключить никто не мешает. Ну и подводя итог. Как я и говорил в начале, не всегда то, что дороже, обязательно будет лучше. И тут ситуация такова, что Vivo 18 это довольно интересный смартфон с необычным внешним видом, большой батареей, специфической оболочкой и очень неплохой камерой. Но в тот же момент некоторые игроки этой же ценовой категории умеют намного больше, а примерно такие же стоят дешевле. Ну а что вы думаете по поводу этого сравнения, этих двух смартфонов, пишите обязательно в комментариях, ставьте лайк этому ролику, если вам понравилось. Ну а с вами как всегда был Агностик, который вас обнял, приподнял и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин